Вакцина БЦЖ – главное оружие в борьбе с туберкулезом у детей. Она хоть и не спасает от самого заболевания, но позволяет защитить малыша от его тяжелой формы. Именно дети являются самой опасной группой населения, которая подвержена тяжелой форме этой легочной болезни, с поражением центральной нервной системы, мозга, внутригрудных и периферических лимфоузлов. И заражают детей взрослые. Что самое сложное, что именно дети зависят от взрослых. И взрослый человек в наше время не имеет возможности позволить себе лечить туберкулез. Хотя заболеть может вполне. Почему не могут лечить сейчас взрослые? Потому что они вынуждены работать, кормить семью. И больничные, как таковые, официальные, не покроют затраты семьи на это. И поэтому люди, больные туберкулезом, находятся рядом с нами, болеют успешно, и успешно нас заражают. Тенденция к отказу от прививок и к БЦЖ в частности очень опасна, особенно для жителей Приморья. Приморский край занял третью строчку по количеству больных туберкулезом. На 100 тысяч человек приходится 280 больных. Распознать больных туберкулезом не так легко, как кажется. Кашель, кровохарканье, похудание – это только тогда, когда уже очень тяжелые и очень осложненные формы туберкулеза. То есть больной туберкулезом человек, он похож на нас с вами. Дай Бог нам всем здоровья. Это обычный человек, иногда уставший, иногда с синяками под глазами, что-то не доел, где-то не доспал, довольно раздражен. Поэтому сложно выявить туберкулез на ранних его этапах развития. И для этого именно здравоохранение России используют профосмотры. Для выявления заболевания у детей проводится иммунодиагностика, у взрослых – флюорография. Лечением и профилактикой заболеваний занимается детская туберкулезная больница, на базе которой также открыто отделение амбулаторной профилактической помощи. Специалисты отделения консультируют детей со всего Приморского края. И еще один такой кабинет открыт в поселке Липовце Октябрьского района. Туда поступают жители отдаленных районов Приморья. Предупредить заболевания всегда можно. Есть лица, в том числе и дети, которые ни при каких обстоятельствах не заболеют туберкулезом. И есть дети, но мы сейчас говорим о детях, которые при любых обстоятельствах могут заболеть туберкулезом. Специалисты детско-туберкулезной больницы регулярно выезжают в районы края для обследования детей и назначения лечения. И такая комплексная работа дает результат. В крае относительно 2016 года детская заболеваемость туберкулезом снизилась на 30%, подростковая – на 25%. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.